Всем доброго времени суток, дорогие друзья! И сегодня у нас очередное видео, и оно будет про наушники BluDio T2. У меня обычная версия, не T2+, она без флеш-памяти. Да, в принципе, она мне и не нужна, потому что музыку я слушаю исключительно только с телефона, либо на компьютере. Очень удобные наушники, кстати говоря. Я уже делал отзыв о них, но я не делал отзыв по поводу автономности. Давайте, автономность у этих наушников замечательная. Здесь стоит батарейка на 400 мАч, хотя я думаю, в принципе, учитывая размер этих самых наушников, то батарейку можно было бы как-то поставить и побольше, и они бы протянули еще гораздо больше. Но, в принципе, жаловаться на то, сколько они отходили у меня с момента получения с почты, я их не заряжал очень длительное время. А если быть точным, то целых 21 день. То есть у нас получается где-то примерно зарядка один раз в месяц. И это реально очень круто, потому что я раньше не брал Bluetooth наушники, не потому что там я боялся плохого качества звучания, вот, а потому что они раньше держали слабо заряд. И заряжать их раз в несколько дней было как-то не очень удобно, потому что у нас в нашей жизни, как вы понимаете, и так уже очень много девайсов, которые нужно постоянно заряжать, вот, и постоянно таскаться с поварбанком, как-то не очень удобно, потому что в сумке нагромождения собираются такие, она очень-очень тяжелая, да и в квартире уже тоже полно проводов. У меня там за спиной тоже валяется куча зарядок, за телевизором там валяется, зарядок немерено. И постоянно сидишь с этими проводками, все заряжаешь, как-то это не очень хорошо. А вот то, что наушники такие вот автономные, это очень круто. Я уже высказывал свое мнение по поводу звучания, вот, дизайна и всего остального. Можете посмотреть у меня другие видео на моем канале, написав BluDio T2 в поиске, и вам все эти видео, значит, выскочат. Ну и в конце видео я, конечно же, тоже вкладочки повешу, чтобы вы могли там посмотреть, что вам интересно. Наушники довольно классные и звучат очень хорошо. Они очень громкие и плотно приблигают к ушам, но они имеют один недостаток. Как и все уши накладные, от них болят уши. Вот такая вот тавтология. Вот, действительно, в принципе, я вот не знаю, как-то странно получается так, может быть проблема в самом проводе, когда я подключаю к компьютеру, как-то вот навешивается, оно, значит, тянет, и на уши больше тянет, или какие там теории еще, значит, выпустить. Я много об этом думал, но как-то, когда ходишь на улице с этими наушниками, я, допустим, постоянно в тренажерном зале с этими ушами хожу, и когда на улице сам, допустим, тоже в них постоянно хожу, и очень долго слушаю музыку, и причем уши у меня не болят. То ли я не замечаю, как они болят во время прослушивания музла, то ли что, непонятно, потому что, когда я сижу за компьютером дома, после длительного прослушивания через эти уши, ну, уши, уши начинают реально болеть. Они просто прям такие же, как будто вообще давят ужасно. Так же, как у меня старые мои накладные уши, ну, те я, в принципе, скидывал на то, что, как бы, они тяжелые, да, вот, и они довольно так туго сидят на голове, и поэтому из-за них болят уши. Но у меня еще были до этого бецы, и от них тоже уши болели. Вот, и теперь я приобрел эти, и, в принципе, единственное, что могу сказать, что я могу в них находиться гораздо дольше, чем в своих старых ушах, и я думаю, это, в принципе, справедливо, потому что те гораздо тяжелее, вот, чем эти. И вот эти вот наушники, из-за того, что они легче, они меньше давят, то есть у них можно дольше высидеть. Вот, но давят все равно, вот такая вот фиговина. Поэтому иногда даже подумаешь, они перейти ли обратно на эти самые затычки, потому что от них уши не болят, вот, и звук неплохой. Но, как вспоминаешь, что это, блин, провода вот эти вот, это просто какой-то кошмар. Особенно, когда наушники запутываются, и сидишь их постоянно распутываешь. Такое ощущение, как будто кто-то специально узлы завязывает. Вот. Итак, вернемся к тому, что у нас эти наушники обладают очень хорошей автономностью. И если это видео кому-то было полезно, 21 день без подзарядки. Это очень круто. В принципе, это также, это все правдиво, так как пишет производитель на своей коробке. Он пишет там 40 часов беспрерывного проигрывания музыки, но 40 часов беспрерывно я как-то не слушал, потому что, ну, это почти двое суток. Как-то очень сложно. Единственное, что можно их просто включить и положить, да, и проверять. Вот. Ну, мне как-то это неинтересно. Я, в принципе, по опыту использованию, управляясь своими ощущениями, понимаю, что, в общем-то, написанное на коробке соответствует тому, что есть в действительности, да, на самом деле. Вот. И меня это вполне устраивает. Заряжать наушники раз в месяц, это очень хорошо. Так что вот такие вот у нас уши были. Звучат очень замечательно. Держат заряд долго. Определенно качественный продукт. Единственный нюанс это то, что они давят. Ну, еще, в принципе, могу сказать по дизайну, что он, ну, немножко, когда впервые их получаешь в руки, как бы смотришь, они немножко так смотрятся как-то, как бы вам сказать. Не то, что сильно дешево, но немножко так сделаны, чуть-чуть через пень колоду, потому что здесь есть зазубрины, здесь такие кнопочки кривые там и так далее. Ну, со временем к этому привыкаешь, уже не обращаешь вообще никакого внимания на это. Вот, и как-то, в принципе, для меня изначально это тоже не было критично. Кривые кнопочки, как бы, уже они не кажутся такими кривыми спустя более месяца использования. Вот, и смотришь, как там, ну, нормально все. Вот, и они довольно прочные. Кстати говоря, в тренажерке я очень часто, когда, допустим, занимался на тренажерах блочных, цеплял эти наушники этим самым тросом. Они так довольно сильно терлись с ним, и повреждений никаких нет. Чего не скажешь о бицах. У меня бицы, когда я зацепил, то там пластик очень сильно повредился, вот, и уже как бы они потеряли свой красивый эстетический вид. А этим хоть бы хны. Я тут не раз уже цеплял, и тут на рифленой поверхности, ну, чуть-чуть такие две полосочки остались. Ну, в принципе, все, больше ничего такого нету. То есть они довольно-таки, знаете ли, выносливые. Так что им не страшны. Они у меня уже падали разок, вот, и на них ничего, впрочем, не осталось, и с ними ничего не случилось. В общем, нормальный продукт. Определенно можно покупать. Автономность хорошая, звук хороший. Вот такие вот делишки у нас, дорогие друзья. Всем спасибо, пока!